Почта Банка Члены наблюдательного совета Почта Банка Рассказали о планах и перспективах развития банка Продуктовой линейки, филиальной сети и географии присутствия Группа ВТБ специализируется на крупных корпоративных клиентах ВТБ-24 избрал своим сегментом средний плюс Население с доходом средний плюс Означает ли открытие Почты Банка то, что группа направляется на население с малыми доходами? Ну, очевидно. Очевидно. Ведь группа изначально, поход в этот сегмент началась с создания Летобанка С кредитного монолайнера для нижнемассового сегмента Потому что это был такой бурно растущий рынок И там в основном заработать можно было только на кредитовании Почта Банка это просто следующий эволюционный шаг этого проекта Когда из кредитного монолайнера мы превращаемся в такой вот Лоукост, если можно так сказать, масштабный массовый банк Абсолютно так и есть, тем более, что все почтовые банки мира практически в этой модели находятся Я не слышал о том, что почтовый банк специализируется на сверхбогатых людях и только Для этого не надо работать с почтой История бизнеса показывает, что оказывая услуги населению с малыми доходами Правда, можно зарабатывать большие деньги Но это требует очень жесткого подхода к продуктам Очень жесткого подхода к бизнес-моделям Высокой степени автоматизации И жесткого подхода к издержкам Каким образом вы собираетесь реализовать эту стратегию? Основные критические моменты бизнес-модели? Нам было очень важно попробовать свои силы в таком банковском лоукосте Нам надо было научиться работать с большой распределенной сеткой Используя возможности по продажам именно наших партнеров Тот же Летобанк работает с 40 тысячами магазинов-партнеров по продаже кредитов Значит, деление почты 40 тысяч для нас не кажутся уникальными В этом смысле идея состоит в том, чтобы, не нагружая дополнительными костами Или дополнительными расходами, донести банковские продукты до самых широких слоев населения У Почты России впервые в истории появился свой банк Под названием Почта-банк Это совместный проект Почты России и группы ВТБ Практически вы используете инфраструктуру Почты России И даже персонал Это, наверное, не отдельная единица, которая получает отдельный доход Это, скорее всего, дополнительный заработок уже существующему почтовому работнику Потому что зачастую иметь отдельную единицу не очень-то выгодно Более того, не то, что невыгодно, а иногда невозможно Иногда это просто почтовое отделение с одним окном Модель предполагает оба подхода Будут точки, где находятся сотрудники банка, но их будет мало И эти точки в основном будут в больших локациях почты Где много окон, где высокий трафик Где это экономически целесообразно И основной набор точек будут сотрудники почты Которые действительно просто за премию продают ограниченный набор банковских продуктов И переходя теперь к продуктам, естественно, при такой модели Банк не может себе позволить 500 продуктов во всех сегментах Это бессмысленно Как с усилением поддержания этого продуктового ряда Так и знаний, например Которые надо будет вложить в голову почтового сотрудника Или банковского сотрудника Поэтому это некий фастфуд такой финансовый Это ограниченный набор базовых продуктов Но сделанных качественно и с одинаковым качеством в каждой локации В этом стоит идея Только так и можно заработать Было необходимо развивать присутствие на сегменте финансовых услуг А для того, чтобы это сделать, необходим банк Почему? Потому что сегодня почта может осуществлять только наличные операции, платежи и переводы А доля наличной экономики постепенно сокращается В связи с проникновением банковских услуг и ростом финансовой грамотности населения Поэтому иного пути, кроме как создания банка Для того, чтобы сохранить присутствие в сегменте финансовых услуг И получить необходимые доходы у нас не было Собственно, именно поэтому банк был создан в партнерстве с группой ВТБ Также во время пресс-конференции вышли на связь Министр финансов Калининградской области Виктор Паремский Вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Виталий Лихачев В этот день открылись десятки отделений почты банка на почте России по всей стране На рынке финансовых услуг для населения с малыми доходами Есть такая потребность, ну как бы перехватить до получки, что называется Получить небольшой кредит на несколько дней И в отсутствие адекватных предложений в свое время этот рынок был мощно занят микрофинансовыми организациями Которые с учетом комиссионных и фиксированных выплат за обслуживание продукта Если пересчитать это в проценты, доходило до трех и более тысяч процентов Собирается ли почта банка выйти на этот рынок, если да, то с каким хотя бы примерно предложением? Ну, у Лето-банка такой продукт есть, и он, кстати, очень успешный Назывался Лето-карта, сейчас он будет называться по-другому И почтовый банк будет его продавать Суть продукта очень простая, это карточка с небольшим лимитом Которая работает по простому очень принципу Если вы занимаете непродолжительное время и все вовремя отдаете, вы ничего не платите Только, собственно, за то, что вы эту карту открыли Естественно, если вы отдаете часть, там включается фиксированная комиссия Но это в любом случае никакие не три тысячи процентов Там нет вообще процентов, там фиксированная комиссия И вы управляете сами, отдать за два месяца, за три месяца А чтобы человек не попал в КБУ, лимиты небольшие Почему был выбран именно бывший Лето-банк? Ну, будем называть это так, бывший Лето-банк Почему именно он? Какие необходимые умения, компетенции, так сказать, обнаружились? Вы же знаете свою клиентуру, да? Ведь, наверное, вы искали какие-то особые компетенции Что вы выбирали, что вы искали? Ну, в первую очередь, при создании проекта рассматривались разные сценарии И самостоятельный проект, и создание в партнерстве И создание в партнерстве с различными кредитными организациями Вот после анализа всех ситуаций мы решили, что альянс с группой ВТБ Он наиболее интересен, наиболее перспективен Это связано как и с той экспертизой, которая есть в группе Не только в Лето-банке Значит, с тем местом, который банк и группа ВТБ занимает на рынке А также с мотивацией и желанием партнеров с группой ВТБ Сделать такой успешный проект Безусловно, это тоже повлияло на наше решение Теперь перечень услуг Почты России стал более расширен Ее клиенты могут взять в почтовом отделении кредит или открыть счет Работа финансовых институтов с попытками создания финансовых супермаркетов Когда в одном и том же офисе один и тот же менеджер Может продавать и банковские продукты, и страховые продукты, инвестиционные продукты Все-таки идет тяжело Очень трудно обучать одного человека И одинаково мотивировать И прочее, прочее Как вы планируете решить эту проблему? Когда есть начальник почты, который всю жизнь, не знаю, 30 лет проработал на почте Все хорошо знает И вдруг его нужно в короткие Ну, если вы собираетесь, там, 40 тысяч отделений Нужно в короткие сроки, огромное число людей Переобучить А самое главное, как мотивировать, чтобы они не отвлекались от работы Которые они все равно, хотите вы этого или нет Будут многие годы считать основной, то есть почтовой Система мотивации почтового сотрудника включает определенный набор кипяев Который он должен исполнить по почтовым сервисам Вот банковские сервисы мы сейчас вывели отдельно Он сам первый себе откроет сберегательный счет И продавая банковский продукт, у него будет такой одометр на экране Он будет видеть прям, как деньги щелкают за каждую продажу Необычно Да, при этом надо сказать Ну, мы здесь берем опыт из лучших ритейлеров просто массовых При этом надо сказать, что, ну, некоторое заблуждение такое Оно, наверное, больше основывается на просто Ну, ментальности, что отношение к почте, что вот в почте сидят какие-то там сонные люди Которые ничего не умеют продавать, это неправда Это неправда, да Много чего продает, и сервисы почтовые не такие простые И многие из них, кстати, финансовые Да, если человек, который работает в почте, может выдать пенсию с помощью почтовой технологии Почему он не может в этой же программе, зайдя в другое окно, выдать там наличные по карточке Это вопрос просто автоматизации удобства решения Здесь каких-то глобальных знаний не нужно Именно поэтому мы вот в окнах, где сидят сотрудники почты Не предполагаем в первые годы погружать их в сложные банковские продукты В заполнение к элитной анкеты Там 40 минут он будет проводить к элитной собеседованию А сзади будет стоять человек, которому надо просто получить штраф Ну, там же будет побоище ледовое Поэтому это не надо делать Только простые продукты Значит, как только возникает вопрос Мне нужен сложный продукт Все, что ему надо сделать этому человеку Надо, так сказать, представиться, рассказать свой номер телефона И когда ему позвонить Все Это так называемый лиц Сотрудник почты забивает в программу С человеком в течение нескольких дней связываются Договариваются Как ему удобно заполнить там кредитную анкету По телефону, через веб Или он подъедет в ту точку, где есть банковский сотрудник И все оформит В этом смысле сложные сервисы лучше концентрировать А простые стандартизировать и распределять Председатель правления доступен для обращений? Да Со стороны простых клиентов Да, конечно Можно написать на почту? Да, можно Ну, на почту я просто умру, если мне написать на почту Если честно, да Но у нас есть там клиентская поддержка Есть наше присутствие в социальных сетях, которые я читаю Здесь никаких проблем нет Значит, у нас есть внутренняя социальная сеть для всех сотрудников Которая тоже там любой может мне написать Ну и есть формальный путь обращения Это же почта, напишите письмо Спасибо Все это я читаю лично Среди ваших новых клиентов, конечно, будет, наверное, большая часть людей, которые так и иначе уже знают, пользуются банковскими продуктами Просто у них появится другая точка, что называется Другое место, где они могут это все обслужить Но, возможно, появится какое-то число людей, которые не пользовались банковскими продуктами Те самые пенсионеры предыдущей волны, что называется Как вы планируете реализовывать программу финансовой грамотности? Потому что трудно ожидать, что почтовый работник, даже переобученный, сможет как-то системно донести и прочее И в то же время невозможно заниматься этим очно То есть это не соответствует модели лоукост Ну, в модели, когда вы говорите, что приходит человек отрезан от всех удаленных каналов А очно его никто обучить не может, наверное, ничего сделать нельзя Такая безысходная ситуация Сам по себе банк, который мы создавали и который сейчас трансформировался в почтовый банк Он уже строился на принципах без звездочек, без сносок, без мелких шрифтов Если есть комиссия, так давайте скажем, что она есть Зачем ее прятать? А лучше ее не делать, если мы можем себе позволить ее не делать Вот, здесь мы отходить от этих принципов не собираемся Значит, мы максимально постараемся упростить продукты Ну, действительно, если это просто там сберегательный счет Есть договор, есть тарифы, можно посмотреть в интернете, можно позвонить, их узнать Они есть в буклете, который прилагается к этому сберегательному счету Причем счет открывается бесплатно, карта привязывается бесплатно То есть, в большом счете, один визит нужен-то Если дальше у вас, ну, вы можете переключиться в удаленные каналы То, в общем, больше вы можете на почту приходить только за наличными Все остальные операции вы можете делать в интернете, в том числе с банком Потому что появится ваша цифровая подпись Теперь вы можете заключать сделки, размещать депозиты без прихода в банк Вот Вторая часть, ну, будем как-то постепенно обучать, что делать Если человек открыл счет, значит, позвонит в колл-центр, скажет Я не понял, как начинаются проценты, объясните, будем объяснять В этом смысле для нас это вызов, конечно Особенно вот в возрастном сегменте Потому что одно дело, наша аудитория молодая, на которую мы ориентировались всегда И теперь переходим вот в эту лигу Я уже там и клиентской службе, в общем, поставил задачу Что давайте разговаривать тактично, повторять несколько раз Не надо торопиться Здесь даже была такая идея, что в самой сети мы попробуем сконфигурить Возрастное соотношение сотрудников Потому что, ну, известное выражение Доверяем, там, пенсионеры встали, а прошли, говорят Доверяем детям, не доверяем внукам А у нас молодежь одна Да, вот мы там думаем, что в сети В банковских окнах должны быть два типа сотрудников Помоложе, значит, это интернет-шоперы С ними будут общаться И более такие зрелые люди, которые спокойно, доходчиво Объяснят простые вещи пенсионерам Здесь главное сложных вещей не делать И все не так страшно в банковском мире Сегодня в Почте России около 40 тысяч отделений И когда вы, ну, планируете ли вы, что все эти отделения Будут так или иначе охвачены банковскими услугами И если все, то когда? Мы действительно планируем, что базовые банковские продукты Можно будет получить в любом отделении Если говорить на ближайшие годы, до 2018 года То банковский формат будет представлен Минимум в 15 тысячах отделений Почты России Но это именно тот минимум В целевом показателе И я думаю, что это произойдет Не, так сказать, достаточно быстро По прошествии, может быть, 3-5 лет Действительно получить базовые банковские услуги Открыть счет, получить карту, разместить вклад Можно будет во всех, без исключения отделениях Почты России Всем могу пожелать, только приходите в Почтовый банк Тестируйте, пробуйте, становитесь клиентами Мы будем очень стараться работать качественно Безусловно, задачка сложная И это надо понимать Но точно совершенно команда Почтового банка Сделает все, чтобы не разочаровать своих клиентов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому